Мы в прошлый раз с вами начали обсуждать поведение переходных вероятностей однородной цепи Маркова для одного класса сообщающих состояний. Больше того, мы договорились, что если Е это будет конечный класс, класс сообщающих состояний с периодом единицы, то тогда существует такое n нулевое, что p в степени n нулевое имеет все положительные коэффициенты. Все положительные коэффициенты. Ну вот, я говорил, что вначале мы такой вот случай и рассмотрим, когда все коэффициенты МТС и p положительные, и попробуем понять, как тогда устроены вероятности перехода за n шахов. Итак, мы рассматриваем сейчас ситуацию, когда все p и g больше нуля. Нас интересует, а как же сейчас устроены p и g n? Я напоминаю, n это не степень. Это обозначение, что у нас p и g взят из n той степени матрицы. Ну вот, оказывается, что сейчас имеет место интересное свойство. Мы с вами покажем, что независимо от старта, это сходится к p и g при n стремящемся к бесконечности, где p и g такое распределение вероятностей, которое мы будем называть инвариантами. Распределение вероятностей. Такое, что вот если бы я p умножил на нашу матрицу p, то снова получил p. Развернута, это означает, что сумма по всем и принадлежащим e, p и на p и g, снова равна p и g. То есть, если мы возьмем в качестве распределения начального значения цепи Маркова p, то и следующее будет иметь распределение такое же p и так далее. И можно проверить, что вся цепь тогда будет иметь стационарное распределение в узком смысле. Так что вот такое инвариантное распределение и соответствующее ему распределение всей последовательности играют роль вот тех самых стационарных точек в теории обыкновенных механизмов. А наша цель проверить как бы сходимость к этому стационарному распределению. Ну, давайте попробуем это сделать сейчас. Сейчас здесь существует большое количество разных доказательств. Вот. И вот некоторые из них совершенно алгебраичны. Я так думаю, что в учебнике Альберта Николаевича Ширяева по теории вероятности вы сможете найти вот такое простое алгебраическое доказательство этого факта. Я хочу показать вам доказательство, которое использует, быть может, немножко лишнюю конструкцию. Вот. Но тем не менее высветляет причину, почему вот это все так устроено. Вот. Итак, я хочу напомнить вам, как мы строили примеры цепей Маркова на первой лекции по цепям Маркова. Мы устраивали отображение ФИ, которое действовало из Е умножить на 0,1 в Е. Вот. И было устроено таким образом, что если я рассматриваю случайный чернок синь, который имеет равномерное распределение, равномерное распределение на отрезке 0,1, то сейчас вероятность того, что ФИ и КСИ будет равна Ж, как раз равнялась ПИЖ. Вот. Ну вот я сейчас собираюсь явно построить вот такое ФИ. При этом мое построение будет носить немножко специальный характер для того, чтобы гарантировать нужное мне в дальнейшем свойство. А именно, как я буду вот такое отображение ФИ сейчас строить? Это очень несложно. Вот я для каждого И, для каждого И, принадлежащего Е, устроил разбиение отрезка 0,1 на части, вот тут будет дельта 1, дельта 2 и так далее. Дельта с индексом Н. Я напоминаю, Е мы договорились считать пронумерованным, это просто число, да. Вот. При этом длину отрезочка сейчас и у меня фиксировано, поэтому длину отрезочка с номером Ж я полагаю равной ПИЖ. Заметим, что она больше 0 по условию на матрицу П, а во-вторых, значит сумма вот этих ПИЖ как раз равнялась единице, а значит у меня такое разбиение получится. Я не пишу здесь индекс И сверху, потому что я считал, что эффективно. Но так я сделаю для каждого И. А тогда отображение ФИИКСИ получается тривиально уже. ФИИКСИ будет такое, ФИИКСИ равно сумме ОЖ от единички до Н, индикатор дельта Ж от КСИ умножить на Ж. То есть, если КСИИ попадает в отрезок с номером 2, тогда у нас результат будет равен 2. КСИИ попадает в отрезок с номером Н, результат будет равен N. Ну вот так. Вот. Вот такое я построил отображение с вот так выбранными отрезочками. И вот я хочу обратить ваше внимание на интересные обстоятельства сейчас. В силу вот такого построения я могу определить число альфа, которое будет больше нуля. Это будет минимум по всем И в вероятности того, что ПИИ1. И как у меня устроено сейчас наше отображение. Давайте займем относительно вот этого числа альфа. Значит, я могу сказать, что если оказалось, что КСИИ меньше или равно чем альфа, то что это значит? Что оно попадет все время в первый отрезок для всех И. и это значит, что для всех И, принадлежащих Е сейчас, у меня ФИИИ и КСИИ будет равно ЕДЕИИССЯ. Вот так. То есть у меня положительная вероятность, что вот мое отображение ФИИИ просто склеивает все точки в одну в точке И. Оказывается, что вот этого достаточно, чтобы теперь рассуждать о свойствах цепи Маркова с такой переходной матрицей P. Понятно, что сейчас наша цепь Маркова задается последовательностью таких вот отображений. Это есть φ от xn кси n плюс 1. Кси n – независимые, равномерно распределенные на тайской матрицей P. Мы это обсуждали в коллекции, что вот так сейчас можно устраивать цепь Маркова как раз с теми самыми переходными вероятностями. Дальше двинемся. Давайте обратим внимание на следующее обстоятельство. Вот у меня вот то самое распределение P было инвариантным. Мы сказали, что при старте с π получаем стационарную точку для цепи Маркова. В теории обыкновенных дифференциальных уравнений вы сталкивались с такими примерами правых частей, когда стационарной точки просто нет. Ну, это совершенно несложно придумать. Например, возьмем дифференциальное уравнение dx t равно arctangens x от t плюс 10. Все. Вот такое уравнение. Прошу прощения. Значит, arctangens x плюс 10. И вот, пожалуйста, у вас как бы так и выходит. Так что в теории обыкновенных дифференциальных уравнений стационарные точки существуют не всегда. Здесь ситуация другая. Вот если мы имеем конечное число состояний, то там всегда есть стационарная точка. И мы сейчас до того, как обсуждать сходимость, докажем, что на конечном тенужестве состояний всегда есть стационарная точка. Итак, лимма. Лимма. Значит, если P, переходная матрица, матрица на конечном множестве, то существует стационарное распределение, или инвариантное, давайте он говорит, инвариантное распределение P. Доказательства здесь совсем не сложные. Давайте я возьму произвольное начальное распределение mu. пусть mu – произвольное начальное распределение. Рассмотрим вот такую последовательность вида сумма по k от единички до n мю – п в степени k и единичка до n. Это все вероятностные распределения. Это последовательность вероятностных распределений на n. Последовательность вероятностных распределений на n. на множестве e. Теперь нужно отметить, что все вероятностные распределения на e образуют компактное множество относительно по координатной сходимости. Почему? Потому что e – конечное множество. Что такое вероятностное распределение на e? Это вектор с неотрицательными координатами, сумма координат которой равна единичке. И число координат у нас фиксировано. Это просто симплекс в международной пространстве. То есть я могу сказать, что все вероятностные распределения на e – это компакт. Ну а раз это компакт, то последовательность в нем, находящаяся, имеет частичный предел. Можно увидеть последовательность, которая куда-то расходится. Итак, пусть Пи – это есть предел. При L стремящемся к бесконечности единички делить на nL с суммы по k от единички до nPi до nL pPk. Ну что, давайте посмотрим, чему равно сейчас π умножить на p. Равно предел при L стремящемся к бесконечности. Что здесь будет? Единичка на nL. А вот здесь будет сумма O k от единички до nL πPk плюс 1. Так? Я просто домножил. p с мера на равно… Равно предел при L стремящемся к бесконечности. Единички делить на nL. Здесь пишем сумму. pk от единички до nL. pPk. Вот чтобы у меня из этой суммы получилось это, мне отсюда надо убрать одно слагаемое и добавить одно слагаемое. Я вот это и пишу. Плюс πP делить на nL. Это то, которого не хватает. Здесь степень начинается с двойки. Мне надо, чтобы с единички. И минус πP в степени nL плюс 1. И минусом делить на nL. Это то, которое пишет. Но обратите внимание, что как бы вот эти два это же вероятностное распределение на конечном множестве. Мы их поделили на растущее число. Значит остается такой же предел равный π. Все мы с вами убедились в том, что инвариантное распределение всегда существует. Возвращаемся к нашей ситуации, когда мы уже выстроили с вами вот это самое случайное отображение. Поступим следующим образом. Возьмем сейчас z. Это будет независимый, независимый от последовательности кси n. Вот тех самых шумов равномерно распределенных случайных величин. Случайный элемент в Е, имеющий распределение π. Рассмотрим теперь две цепи Маркова с переходной матрицей π. Одну устроим следующим образом. x нулевое будет равно и фиксированному, а y нулевое будет равно вот этому z. Ну а дальше устроим с помощью наших отображений. φxn плюс 1 равно φ от xn кси n плюс 1, а yn плюс 1 равно φ от yn кси n плюс 1. Тогда что мы знаем про их? Оно стартовало с инвариантного распределения. Поэтому я знаю, что вероятность того, что yn равно какому-нибудь g, по-прежнему π gt. Вот. Что еще я знаю? Вспоминаем. Отображение φ было нами построено специальным образом. На каждом шаге с вероятностью минимум α оно склеивает точки. Да? Поэтому вероятность того, что xn не равно yn, что не склеивает. Вот. Чему равна? Она меньше или равна, чем 1 минус α в степени n. Вот. То есть она стремится к 0. Ну а тогда за счет вот этих двух соотношений делаем вывод что? Делаем вывод что? П и g n равное сейчас вероятности того, что xn равно g будет стремиться куда? Я пишу так. Я пишу здесь n, но она просто от n не зависит. Поэтому я равный π g. При n стремящемся писать. Больше того, как мы видим, сходимость будет экспоненциальная. Вот. Ну, собственно, и все. Трема доказана. Так что мы видим, что сейчас происходит. Мы можем задать нашу марковскую цепь с помощью последовательности случайных отображений. И они устроены так, что склеивают. То есть все эти цепи наконец будут вести себя одинаково, как стационарные. Причем это сходимость геометрическая. Вот она. Вот с такой скоростью. Так что здесь имеет место полная аналогия с тем, что вы наблюдали для обыкновенных дифференциальных уравнений. Вспомните, если у вас была притягивающая точка, да, в которой производная правой части была меньше нуля, то сходимость была экспоненциальная. Вот. Ну, здесь тоже самое. Итак, мы разобрались с тем, как ведут себя переходные вероятности в том случае, если у нас все элементы матрицы P больше нуля. Ну, обратите внимание, что, как следствие из этой доказанной темы, получается, что в этом случае инвариантное распределение единственное. Да? Это замечание себе стоит отметить. Почему? Да потому что это предел. Предел единственный. А мы стартовали с какого-то инварианта? Стартуем с другого, тоже получим предел. Следовательно, инвариантное распределение в этом случае только одно. Вот. Теперь надо разобраться, а что же делать, когда не все элементы матрицы P сразу положительные. Вот. Это несложно. Итак, мы сейчас имеем вот такую ситуацию, когда у нас период равен единице. Вот. И когда мы взяли N нулевое, такое, что P и J N 0 больше нуля. Вот это мы доказали. Если есть период, такое нулевое найдется. Вот. Ну, как бы, здесь несложно убедиться в том, что предел по всем N по-прежнему равен тому, что нам нужно. Давайте посмотрим, почему это так. Итак, сейчас давайте разберемся вот с чем. Итак, P было инвариантное распределение. Инвариантное распределение. Вот. Попробуем посмотреть сейчас вот что. P N нулевое умножить на K плюс L. Вот. И J. Вот такую матрицу. Что это за матрица? Вот если бы L тут не было, ситуация ровно такая, как мы только что с вами обсудили. Потому что это можно было написать как P в степени N нулевое в степени K, P в степени N нулевое имеют положительные коэффициенты и все было бы в порядке. Я пробую сейчас посмотреть, а что же будет, если я вот такое выражение сделаю, где L будет фиксированным числом. И я буду считать, что L это какой-то остаток отделения на K. Одна N нулевое. 0, 1 и так далее. 0, минус 1. Вот такие значения L может понимать. Вот. Как происходит? Значит, если я проверю, что элементы такой матрицы сходятся, пережить, ну тогда все будет как бы хорошо. И это действительно так. Почему? Ну да, потому что вот если я буду рассматривать сейчас P маленькое или G N нулевое K плюс L, то я мог бы рассматривать их следующий маузер. Равно сумма по R принадлежащим Е. Здесь было бы так. P и R N нулевое K умножить на P R G L. Так? Вот. Я здесь воспользовался формулой для произведения матрицы. Вот. Теперь обратите внимание на то, что происходит. Про N нулевое в степени, про вот такую матрицу мы уже все доказали. П и R. Для нее, при К стремящемся к бесконечности, ее коэффициенты сходятся к P R. Так что, вот это. П и К стремящимся к бесконечности сходятся к сумме по R принадлежит Е. Здесь P R, P маленькое L R G. Ну и все. P было инвариантным распределением. Это просто равно P G. Так что, на самом деле, сейчас есть сходимость к инвариантному распределению переходных вероятностей. На этом мы полностью разобрались с поведением переходных вероятностей для случая, когда у нас период равен ниточке. Что делать, когда период равен числу большему, чем единица? Давайте рассмотрим эту ситуацию. Итак, период E будет равен D большему единичке. Я напоминаю, у нас один класс сообщающих состояний, а мы знаем, что все сообщающие состояния имеют один и тот же период, поэтому я так и говорю. Что сделать в этом случае? Ну давайте вспомним пример цепи Маркова, имеющий период D. Вот пример был ровно такой. Вот мы имеем D состояний. Один, два, три и так далее. Здесь D. Д. А движение детерминировано тот самый детский хоровод, как раз на двери нового. Вот это актуально. Вот так вот ходим по кругу. Я думаю, в силу симметрии понятно, какое сейчас инвариантное распределение. Сейчас инвариантное распределение это равномерное распределение. 1 на 2, 1 на 2, 1 на 2, 1 на 3. Вот так вот. Ну и давайте посмотрим, будет ли сейчас, будет ли сейчас как бы сходимость к такому распределению переходных вероятностей. Вот если бы мы взяли сейчас P и N, то эта последовательность организована интересным образом. У нее предела нет. У нее предела нет. Но зато она какая? Периодическая, да? У нее так. Единичка на нулевом месте. Затем над этом месте единичка. А тут нули все время. 0, 0, 0. Здесь опять 0, 0, 0, 0. Потом единичка на месте 2D. Потом снова 0, 0, 0, 0. Потом единичка на месте 3D. Потом снова 0, 0, 0, 0, 0. Ну и так далее, да? Вот. И так далее. Ну вот, это периодическая последовательность. Очевидно, что она предела не имеет. Ну а что делать? Чем заменить? Какой предел там все-таки будет? Ну понятно, какой. Средний арифметический, да? Мы уже из анализа хорошо знаем, что средние арифметические последовательности, в смысле асимптоматических свойств ведут себя лучше. Они как бы сглажены в саму последовательность. Таким образом, я могу сказать такое, что сейчас единичка на N, сумма по кат, единички до N, P, I, I, K, D, как раз будет к чему сходиться? Сами проверяйте, к единичке на D. При N стремящемся. Ну раз с частотой D появляется, как бы, с частотой единички на D появляется единица, то предел здесь вот такой. вот. Ну раз так, то мы можем заявить, что, да, предела нет, но есть вот такой, средние по Чезару вероятности опять сходятся к инвариантам. Оказывается, что это и есть правильная формулировка для нашей TI. Давайте. Запишем эту TI. TI. Е конечный класс. Конечный класс. с периодом D больше единички, тогда существует единственное единственное инвариантное распределение. И причем для любых E, J, прямонежащих E, имеет место вот такая вещь. Единичка на N. Сумма O, K от единички троя. P, P, J, K сходятся к P, J. То есть мы не можем гарантировать сходимость такую. Мы уже это видели. Однако такая сходимость всегда имеет место. Ну давайте проверим вот это вот утверждение. Так, доказательство. Значит, я что сделаю? Я попытаюсь свести ситуацию к похожей на вот тот самый эфирамут. Для этого мне нужно разделить будет все пространство E на некоторые классы. И так я выберу и нуля, какую-нибудь точку из E. Теперь я обозначу через E с индексом R. Для R выбирающих значения от нуля до D-1 это будет множество таких точек пространства, в которые я могу добраться из точки I нулевое. D за количество шагов, дающие остаток R при делении на D. Вот. Ну вот на самом деле, конечно, понятно, что само E сейчас это есть объединение. у R от нуля до D-1 E R. Однако еще кое-что можно сказать. Оказывается, E R-1, если есть E R-2, равны нулю, когда R-1 не равно R-2. Вот. Но виноват на нулевое, просто умножить. Почему это так? Догазательство здесь можно провести от противного. Вот если бы вдруг нашлось бы у меня какой-нибудь G, который принадлежит этому пересечению. Вот если бы так вот произошло. Вот. То вот что вы делаете? Мы помним, что все это у нас один класс сообщающий состояние. Поэтому картинка выглядит вот так. Вот есть E нулевое. Есть G. Есть два пути. Вот один путь требует у меня здесь количество шагов, скажем, K-1 умножить на D плюс R-1. Вот. Есть второй путь, который требует количество шагов, K-2 умножить на D плюс R-2. Вот. Но у меня есть возможность вернуться назад. В состояние все сообщения. Здесь какой-нибудь, ну давайте R-1 скажем. Вот. А тогда я мог бы сказать такую вещь, что L плюс K-1 D плюс R-1. Это число. И вот такое число. L плюс K-2 D плюс R-2, они являются элементами A и нулевое. Я напоминаю, A и нулевое мы с вами обозначали так. Совокупность всех натуральных чисел таких, что за такое количество шагов мы с положительной вероятностью возвращаемся из И нулевого в И нулевое. И вот наибольший общий делитель всех чисел отсюда должен быть равен D. Так что оказывается, что и это число делится на D и это число делится на D. Но как бы, посмотрите, их остатки от деления на D этих чисел разные. Да, вот разность этих чисел какая? Это R-2 минус R-1 плюс что-то делящееся на D. А должно быть просто делиться на D. Так что вот тут противоречие. Вот этого быть не может. И раз так, то значит наше предположение было неправильно. Значит, действительно, вот эти классы не пересекаются между собой. Больше того, мы знаем, как из них можно переходить друг друга. То есть, если я рассмотрю I, принадлежащее ER, и поинтересуюсь тем, где лежат такие вот G, что P и G больше нуля. То есть, куда можно шагнуть за один шаг? Ну, G не равна I. Вот. То понятно, что перейти я могу только в ER плюс 1. То есть, вот эта штука с множеством ER плюс 1 сейчас. Ну, имеется в виду сложение по модулю D. Ну, вот мы и организовали хороводки. Да? Давайте нарисуем картинку, которая тут получается. Вот у нас будет все пространство E. E. Вот. Вот мы взяли точку E нулевое. И получились у нас вот такие вот сектора. Вот. Вот тут у нас E0, E1, E2 и так далее, и так далее. E с индексом D. Вот. Ну, и при этом переходы сейчас возможны какие только лишь. Вот если мы отчет стартовали, можно сюда куда-то перейти. Потом сюда, 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 сюда. Не обязательно в точку E. Да? Но вот так. Вот. То есть мы движемся так вот по кругу, постоянно перескакивая из сектора в сектор, да? Вот это бы на вооружение футбольным болельщикам взять, насколько бы жизнь упростилась, да? Вот сходил за пивом, пересел в соседний сектор. Сходил за пивом, пересел в соседний сектор. Может быть, меньше антагонизма было там. Вот. Ну, вот так вот. Ну, и получается вот такое вот движение. И теперь наша задача проверить утверждение теоремы. Как будем проверять? Давайте-ка мы рассмотрим степень матрицы P в степени D в период, да? Что будет с этой матрицей, если мы ее сузим на Е0. То есть я буду рассматривать эту матрицу только лишь от И и Ж, лежащих в Е0. Это будет как раз стахастическая матрица. Почему? Да потому что за D шагов мы только вот в этот сектор Е0 можем попасть. Поэтому я могу забыть о вот этих секторах и рассматривать просто сектор Е0. на нем матрицу P в степени D. И понятно, что на нем эта матрица уже имеет период равный единице. Да? Значит, это матрица с периодом единица. Раз так, то мы можем сделать заключение, что для нее справедливо предыдущая теорема. Да? Значит, я что могу сказать? Я могу теперь утверждать, что P и J D умножить на N сходятся к P житым. Давайте я поставлю тут нолик, поскольку все это происходит для ежитых принадлежащих Е0. Значит, у меня тут возникло какое-то инвариантное распределение для такого сужения. Что я теперь с ним делаю? Я устраиваю, вот здесь было распределение P0. Тут я устраиваю P0 умножить на P. Это где будет распределение? Вот здесь, впереди и так далее. Я получаю в каждом секторике распределение, возникшее из, тут будет, например, P0 умножить на P в квадрате, возникшее из вот того инвариантного распределения P0. Понятно, что теперь распределение вида P равное единичка на D, P0, P, это в разных секторах. Вот это на E0, вот это на E1 и так далее. Вот такое распределение будет инвариантным. Вот это инвариантным. Пожалуйста, проверяем. Вот. Ну и это как раз то распределение, которому будет иметь место сходимость. Сейчас оказывается, что если мы теперь рассмотрим P, сумму по K от единички до N, P и G, K делить на N, уже для произвольных и G это будет сходиться к нашему P и G. Ну вот, собственно говоря, мы знаем теперь, как ведут себя переходные вероятности для произвольной цепи Маркова на одном классе, конечном одном классе существенно сообщающий состояние. Ну, как бы с точки зрения исследования вероятностных характеристик это хорошо, а вот с точки зрения поведения самой цепи как-то не очень. Мы пока не очень знаем, а как она сама себя ведет. Ну, мы тут построили дикое случайное отображение, там вот показали, что стартовавшие из разных точек будут вести себя примерно одинаково. Но, и что? Все равно это не есть описание индивидуального поведения нашей цепи. Ну и вот здесь у нас появляется новое понятие. Давайте мы его обсудим. Значит, это будет следующий пункт. Индивидуальная техническая теорема для цепей Маркова. Индивидуальная техническая теорема для цепей Маркова. Значит, давайте попробуем разобраться в том, а как ведет себя хн, ну вот как случайная последовательность. Откуда такое желание? Ну, потому что у нас был пример, самый тривиальный цепей Маркова. Это просто независимые, одинаково распределенные элементы. Для них работает закон больших чисел. Так может быть он вообще всегда работает для цепей Маркова. Ну, оказывается, что практически так. Вот. Вот давайте мы поймем это. Для того, чтобы это понять, вот тут вводится очень интересный объект. Такое вот случайное время, время возвращения в состояние. Итак, сделаем вот что. Пускай и... Пускай и принадлежит е. Мы обозначим через Тау-И. Тау-И. Это будет минимум таких n, которые больше единочки. Больше или равны единочки. То есть, как бы это вот момент первого попадания в состояние. И после единочки. Единочка и дальше. Так вот, мы можем обсуждать следующие вещи. Я буду считать, что начальное состояние Х0 равно И. И писать, соответственно, тогда П-И. М-И. Да? То есть, это вероятность. Математическое ожидание, отвечающие той цепи Маркова, для которой мы стартовали из И. Ну вот. Определение. Возвратное состояние. Если П-И Тау-И меньше плюс бесконечности, равна единочка. Вот. То есть, если мы выше из Тау-И, из И, и обязательно в него вернемся. Вот. Ну вот оказывается, что возвратность очень несложно проверять. Давайте запишем такую вот киаргию. У нас название критерия возвратности. Критерий возвратности. Критерий возвратности. Критерий возвратности. П-И-И-Н равен плюс бесконечности. Критерий возвратности. На вероятностных соображениях с тем, что мы познакомились здесь поближе с вот этим вот понятием случайных. Итак. Итак. Теперь посмотрим вот такую случайную величину z. z – это будет количество попаданий цепи xn в состояние i. Вообще мы ее запустили, она себе до бесконечности живет и мы считаем попадание в состояние i. Заметим, что это не отрицательная величина, в скобочках возможно z принимает значение плюс бесконечности. Ну что, давайте попробуем найти математическое ожидание с индексом i. И мы вышли, и вот это тот индекс, который я записывал, вот z. Вот здесь работает прием, с которым мы знакомились на третьем курсе еще. Это то же самое, что сумма пока от нуля до бесконечности вероятности того, что z больше равен чем. Давайте попробуем в этом убедиться. Итак, с одной стороны, это то же самое, что сумма по k от нуля до бесконечности k умножить на вероятность того, что z равно k. Вот, вот здесь от единички. Вот, ну тогда это то же самое, что я вот так напишу. Вероятность z равна 0 здесь нигде не будет появляться, потому что она умножится на 0. А будет так, вероятность pi z равно единичке. Дальше, две вероятности плюс вероятность pi, что z равно 2, плюс вероятность pi, что z равно 2. Вот, плюс, ну и понятно, я здесь дальше выписываю pi, z равно 3. Плюс вероятность pi, z равно 3. Вот, ну и так далее. Вот у меня этот столбик посуммировался, получилась вероятность того, что z больше не равно единичке. z больше не равно 2, z больше не равно 3 и так далее. Так что вот такая формула у меня нет. Вот. Ну, давайте смотреть, как вот это может случиться. То, что z больше или равно k, это то же самое, что сумма по k от единички до бесконечности pi. и мы вернулись в z, в i, вернулись в i больше или равно чем k, ну давайте на самом деле больше написать не надо, в i k раз. Есть такое дело. Как минимум, да? Как минимум, k раз точно вернулись. Вот. Что это значит? Давайте нарисуем временную шкалу. Временную прямую. Вот она будет. Вот мы вышли из i. Вот через время taui вернулись. Я напишу здесь taui 1. Затем прошло еще время taui 2. taui 3. Вот есть такие случайные времена. Вот возвращаются в состояние i. И вот здесь наступает вот такой переломный момент в этих осуждениях. Связано вот еще. Мы с вами сказали, что цепь Маркова обладает тем свойством, что для того, чтобы знать, что с ней будет дальше, надо знать лишь ее положение в настоящий момент. Оказывается, что это справедливо и для некоторых случайных моментов времени. И это свойство называется строго марковским свойством. Строго марковское свойство. Вот оказывается, мы же здесь, что снова оказались в состоянии i, то можно все это забыть. И дальше у нас снова просто мы живем. Наша марковская цепь живет до возвращения i. Попали, вот это забыли, снова живет до возвращения i и так далее. Как вывод? Вот эти taui и l3, l больше равно 1. Независимые. Независимые случайные верующие. Одинаково распределенные. Одинаково распределенные. Тогда вернулись к раз. Это значит, что первые к штук были меньше бесконечности. Поэтому я дальше могу продолжать это равенство и записать следующую вещь. Равно в сумме пока от единички до бесконечности. А здесь вероятности i, taui, меньше плюс бесконечности. Все это в степени к. Вот. Вот это произошло из-за строго марковского свойства и сделанного нами вывода. Вот это существенно вывода. А раз так, то давайте посмотрим, что будет выходить. Этот ряд сумминус. Получается вероятность i, taui, меньше плюс бесконечности, делить на единица минус такую же вероятность. Для чего мы эту формулу получили? Да потому что понятно, что математическое ожидание от z можно посчитать и по-другому. Математическое ожидание с индексом i, z равно на самом деле сумме по k от единицы до бесконечности. А здесь что будет вероятности того, что xk равно z. Мы каждый раз берем одну единичку, если здесь появилось, если мы попали. Ну а раз так, то это в точности сумма по k от единички до бесконечности. p, i, 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 k. Ну вот у нас получилось такое выражение, равно такому. Теперь смотрим. Если интересующая нас вероятность равна единице, здесь 0. Значит, это бесконечность, это бесконечность. Наоборот, если эта штука конечная, здесь не может быть единицы. У нас появился критерий возвратности, который имеет очень хорошее следствие. Если и и жи сообщаются, то отсюда следует, что и и жи возвратны одновременно. Возвратны или нет одновременно. Вот. Все. Есть такое дело. Ну вот. Я думаю, что как бы это следствие мы уже и доказывать не будем, потому что с помощью критерия возвратности это делается в качестве простого упражнения. Вы можете это сделать на практическом занятии. Вот. А я теперь хочу перейти уже к обсуждению основной индивидуальной архитической теории. Вот мы с вами говорили о том, что рассматриваем один класс, конечный класс Е, конечный класс, сообщающийся состояние. Конечный класс, сообщающийся состояние. Как мы уже говорили, в этом случае существует такая степень матрицы, которая имеет положительные все прецеденты. Если период равен единичке, например. Вот. И в этом случае можно проверить следующее утверждение, что все состояния возвратны. Больше того, можно проверить, что для любого И, принадлежащего Е, математическое ожидание времени возвращения меньше плюс бесконечности. Ну, происходит это ровно по той причине, которую мы уже сегодня с вами обсудили. Вот если бы у меня был период единицы, это совершенно просто увидеть. Мы на каждом шаге, мы можем устроить нашу марковскую цепь так, что на каждом шаге с вероятностью не меньшей чем альфа попадаем в какую его фиксированную состояние. Раз так, значит, у нас ряд для этого ожидания будет мажорироваться рядом с геометрической прогрессией. Так что такое математическое ожидание сейчас меньше плюс бесконечности. Оказывается, имеет место вот такой красивый факт. Давайте его запишем. Это вот та самая индивидуальная эрогатическая теорема для цепи Маркова. Эрогатическая теорема. Ну вот, по условию, что Е конечный класс вообще в состоянии, справедливо следующее заключение. Первое. Остроение инвариантного распределения. Вот такое удивительное свойство. Это есть единичка делить на математическое ожидание временного возвращения. Второе. Для любого состояния. И единичка на n. Сумма по кат единичке до n. Индикатор того, что x ката равно x сходится почти, наверное, к пи. Третий. Для любой функции f, действующей из е, у нас тут действительно есть чисел. Единичка на n. Сумма по k от единички до n. f от x ка сходится к... Ну давайте я даже интервалом по e напишу f от u, пи, ды, у. Вот. Ну на самом деле сейчас это сумма. Да? Сумма по e, принадлежащей. e, f от i напишу. Вот. Почти, наверное, приемственно. Ну, как видите, здесь наступает ровно тот эффект, о котором мы, физики, неоднократно слышали и сталкивались с ним в различных ее разделах. Среднее по времени равно среднему по пространству. Синтетически. Вот. Ну что, на самом деле полное доказательство я приводить не буду, только расскажу. Смотрите, откуда берется вот это? Мы с вами уже говорили о том, что мы попадаем и начинаем жить заново. Так что вот у нас последовательность есть одинаково распределенных независимых случайных величий. У них конечное вот ожидание, для них выполнен закон больших чисел. Поэтому вот эти попадания в точку i, ну, естественно, как бы обратно пропорционально величине наших случайных времен, обратно пропорционально их математическому ожиданию. Отсюда вот и есть вот это, да, потому что, возьмите мат ожидания, появятся вероятности переходные, для которых как раз сходимость есть к пиитам. А обратную пропорциональность мы только что отметили. Вот это является простым средством. На конечном пространстве любую функцию, заданную на е, можно приописать темно индикаторов. Так что вот этого достаточно для того, чтобы так было сейчас. Ну вот, вот такой вот красивый парк имеет место. Нужно сделать замечание, что он остается справедливым и для счетных цепей Маркова. Ну, как бы там могут возникать такие ситуации, когда состояние возвратного, от ожидания времени возвращения бесконечно. И в этом случае, соответственно, инвалидное распределение как бы уже может не существовать. Так, например, происходит с симметричным случайным блужданием напрямую, да. То, что мы возвратно разбирали на практических занятиях и на лекции мы затрагивали этот вопрос. Но для него нет вероятностного инвалидного распределения, да. Мы к каждой точке должны прописать весь ноль, чтобы там что-то получилось. Однако в хороших ситуациях имеет место вот такой красивый факт, который называют индивидуальной эротической теремией для цепей Маркова. На этом все. Все с нашим курсом и с нашим вероятностным циклом. Вот большую часть времени мы прозанимались онлайн. Тем не менее, я с вами хорошо знаком. И поэтому в конце нашего цикла желаю всем найти себя в жизни, стать настоящими профессионалами. Ну и чтобы теория вероятности пригодилась. С наступающим Новым годом. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok